Привет, меня зовут Николай, и я один из создателей проекта «Читай быстро», в рамках которого мы стараемся понять, что же такое быстрое и осознанное чтение. Иногда мне в руки попадаются книги, которые оставляют неизгладимый след, и которыми хочется поделиться как можно с большим количеством людей, то есть со всеми вами. Так и родился этот формат. 10 фактов, 3 задачи из интересной книги. Сегодня 10 фактов и 3 задачи из книги Юваля Ной Харари, или Харари, и книги «Сапиенс. Краткая история человечества». Книга, которая последние несколько лет достаточно часто упоминается в различных обзорах, хотя и была написана в 2011 году, но, как водится, чуть подзапоздала с русским переводом, и до нас вот доходит только сейчас. Юваль Ной Харари, израильский ученый, 76-го года рождения, семья ливанских и восточноевропейских евреев, все время учился в Иерусалиме, ненадолго уезжал в Оксфорд, там защитил докторскую диссертацию, снова вернулся в Израиль, занимался историческими работами, и с 2004-го начинает издавать книги. Вот не хотел бы я сразу продуцировать свое мнение насчет всего происходящего, но не могу сдержаться, уж очень мне после прочтения он напоминает по стилю Дэна Брауна. Это такое публицистическое, эклектичное соединение фактажа и каких-то более-менее художественных моментов, которые позволяют достаточно легко, но при этом поверхностно объяснить очень многие явления, и благодаря этому заслуживают армию поклонников по всему миру, в общем, что у Брауна, что у Харари. Он очень активный защитник прав животных, вегетарианец, очень практикует медитацию, и, в общем-то, ну, наверное, с точки зрения того, что вам нужно знать об этом человеке, больше ничего нет. Еще, да, пожалуй, все. К сегодняшней книге нужно было подобрать какое-нибудь очень необычное вино, и поэтому вот так вот непринужденно и еще чуть-чуть. В кадре появляется звук вина Le Grand Noir, Франция, Шардоне. 85% Шардоне, 15% Вианье. У меня есть подруга, у нее зовут Лиза. Лиза, привет, если ты все еще подписан на канал, ставишь пальцы вверх, жмешь на колокольчики и слушаешь эти видео. Она когда-то придумала очень, как мне показалось, прикольную рубрикацию вина, назвала ее «Винишко за 10 евро». Вот все, что укладывается в рамки 10 евро для повседневного потребления, достаточно неплохое вино, и Le Grand Noir в этом плане идеально вписывается. Почему я подобрал его к сапиенсу и краткой истории человечества? Потому что на этикетке этого вина изображена черная овечка. И для тех, кто не обратит на это внимание, отдельно еще в скобочках буквами написано «блэк ши». Я задумался, почему так произошло, и нашел информацию о том, что эта линейка вин, она была создана в районе контролируемом по наименованию, то есть в виноградниках, где до начала XVI века находились монашеские кельи. И священники, которые там жили, они считали, что люди, независимо от их статуса и значимости, должны быть смиренными перед Богом. И называли всех людей божьими овечками. И поскольку винодел, который создавал это вино, Роберт Джозеф, он такой достаточно эпатажный и любит выделяться среди всех, ему пришла идея поместить на этикетке вот этой линейки именно черную овечку, «блэк шип». А черная, потому что священники ходили все время в черном одеянии. Он этим как бы подчеркивал, что священники, в общем-то, тоже божьи овечки. Точно такие же смиренные, независимо от статуса и их значимости. Ничего особо про вино рассказывать не буду. Оно немножечко полежало в холодильнике, поэтому весьма неплохое. Давайте переходить к сапиенсу и к краткой истории человечества. Значит, 10 фактов – это очень такая опасная штука, потому что книга сложная, и изначально было гораздо больше, чем 10. Мне приходилось выбирать основные, некоторые из которых пришлось даже компоновать два-три факта в один слайд. Что из этого получилось, сейчас мы узнаем. Человек равно животное. Книга начинается с того, что автор сравнивает человека с животным, хочет проследить влияние разнообразных революций и эволюционных теорий на развитие человека разумного. И ему это удается до тех пор, вернее, ему это удается все время. Очень прикольный тезис заключается в том, что до определенного эволюционного этапа человек ничем абсолютно не отличался от обычного животного. Такого, как медуза или корова, или там, не знаю, божья коровка, или муха. Но в процессе вот этого эволюционного развития мы стали единственной живой группой, которая наделена воображением и способностью поддерживать связи в больших социальных группах. Он говорит о том, что слухи и сплетни, которыми многие из нас с вами грешат, чего уж там таить все практически, могут удерживать между собой в одной общности до 150 человек. Такого, ну там, ни одно из животных вообще не способно этим заниматься. И для того, чтобы увеличивать социальные группы, на основе сплетен и слухов стали придумываться мифы. А мифы, мы об этом поговорим в следующих слайдах, мифы способны удерживать в одной общности миллионы и миллиарды людей. Вот это вот способность поддерживать связи в больших социальных группах и способность к воображению сделали нас теми, кем мы на сегодняшний день являемся. В двух словах тут еще нужно отметить то, что цена разума, отвечающего за вот эти вот социальные связи, за воображение и за мифологию, это наша гораздо большая масса головы по сравнению с остальными животными. То есть, если взять пропорционально животных, сколько они весят и сколько занимает в этом общем весе масса головы, то у всех животных будет гораздо меньше, чем у нас. То есть, у нас самый большой мозг, отвечающий за все эти штуки. Ну и прямохождение. Однажды мы с четверенек поднялись на две задние ноги. И что интересно, вот Юваль говорит о том, что это такое изменение сузило бедра женщины и стало причиной повышенной смертности во время родов. И поэтому природа не нашла ничего лучше, чем рождать нас еще до того момента, как плод разовьется до такой степени, что убьет женщину. Поэтому чаще всего мы рождаемся недоношенными. И это значит, что для того, чтобы вырастить ребенка, нужно какое-то время за ним еще ухаживать. То есть, он не рождается таким самостоятельным, как у других млекопитающих. А растить ребенка с испокон веков гораздо удобнее было в племени или в общине. А в одиночку это сделать почти невозможно. Вот так прямохождение через такую опосредственную связь подтолкнуло нас к тому, чтобы мы стали объединяться в племена или общины. Научная революция невежества, которая происходит прямо сейчас, ее смысл заключается в том, что человек наконец-то осознал всю степень своего невежества. И фраза про то, что я знаю, что я ничего не знаю, о которой говорил Сократ, она заиграла совсем другими красками. Суть заключается в том, что любые знания научных мужей в исторические времена, они были направлены внутрь человека. И говорили о том, что существует какая-то гораздо более крутая научная материя, божества или вселенная, или все то, что нами управляет. А мы, в общем-то, отвечаем за свой маленький кусочек. Сейчас, вот очень интересный факт, я не помню, это было в Сапиенс или в какой-то другой книге, но 90% всех профессоров и докторов наук, даже не обладающих этой научной степенью, но подобного уровня знаний, вот 90% существующих в мире людей, обладающих такими знаниями, приходится на 20-21 век. То есть, все то, что было раньше, было не такого высокого уровня знания были у людей, и они были направлены на узкий какой-то сегмент, который касается только вас, только того, что солнце всходит на востоке, а садится на западе, а пшеницу нужно сажать весной, а собирать ее осенью. Какие-то более глобальные вещи, это все отдавалось на лодку божествам, и об этом никто не задумывался. На сегодняшний день наука отвечает практически на любые вопросы, но самое главное, наука теперь не направлена на вот это вот время текущее, солнце взошло, солнце село, я собрал траву и смог защитить себя от набегов, а наука направлена на время будущее, на изменение качества жизни, уровня жизни людей в будущем. Поэтому то, что происходит, та научная революция невежества, которая происходит сейчас, она придает нам квантовый скачок и, соответственно, заставляет всех нас увеличивать скорость беговой дорожки. Современный человек, ну я думаю, что каждый из вас замечает, как с каждым годом мы все быстрее и быстрее куда-то торопимся, и вокруг нас процессы ускоряются, количество информации увеличивается, скорость поглощения должна увеличиваться. И вот тут достаточно только вдуматься о том, чтобы каких-то 20-30 лет назад бумажный документооборот и бумажные письма, они как бы заставляли людей иметь терпение, ждать ответа, ждать какого-то решения. Сейчас, если в мессенджере вы не отвечаете в течение часа, там, получаса, то это уже может стать причиной ссоры или там даже развода двух любимых людей. То есть я же вижу, что ты зелененький, что ты в онлайне, почему ты не отвечаешь? И автор в этом своем труде Сапиенс сравнивает все происходящее с беговой дорожкой. Вместо того, чтобы освободить время на какие-то более важные вещи, на условное созерцание и познание, мы просто, основная часть из нас, поставили переключатель скорости на большую и несемся изо всех сил, у нас уже не очень есть время выдохнуть-вдохнуть, посмотреть по сторонам, нам нужно делать все быстрее и быстрее и скорее, потому что от нас этого требуют окружающие вокруг социум, от нас этого требуют процессы, в которые мы вовлечены, ну и, в общем-то, стиль жизни текущий. Провокативный вопрос, который в том числе задает автор, но я его вынес в заголовок для того, чтобы подчеркнуть феминизмом. Были бы женщины счастливы без него, и автор говорит, конечно бы были, потому что патриархальные уклады в 90% случаев по всей территории Земли развивались до сегодняшнего дня. И женщина, чья предназначение заботы о детях и мужи, показатели счастья гораздо более высокие, чем у феминистки сегодняшней. И это опросы, которые, ну, это как бы и Ювале мнение, и он приводит в пример опросы, которые это подтверждают. Так вот, феминизм, по мнению Юваля, точно так же, как христианство, демократия, капитализм или условный бренд какой-нибудь, это вера в воображаемый порядок. Это та самая конструкция мифологическая, которая заставляет большое количество людей действовать в одном направлении, мыслить одинаково и совершать при этом предсказуемо одинаковые действия. У иерархий, вот этих мифологических, имеется одна важная социальная функция, говорит нам Юваль. Люди, совершенно друг с другом незнакомые, сразу понимают, как им общаться. Это такая своеобразная на базовом этапе система «свой-чужой». Скажи мне, что ты думаешь о феминизме, я скажу, кто ты. А дальше это система, которая диктует условия принятия решений, правила поведения в тех или иных ситуациях. И воображаемые порядки, мы еще об этом поговорим на следующем слайде, но они поддерживаются большим количеством различной информации в абсолютно разных формах для того, чтобы максимально большое количество людей было в этот воображаемый порядок вовлечено. Сейчас мы не разбираем, и Юваль, в общем-то, не очень тоже об этом говорит, о том, кому это выгодно, кто за этим стоит, какая механика зарождения того или иного воображаемого порядка. Он говорит лишь о том, что для того, чтобы собрать несколько десятков или сотен человек в общность какую-то, наделенную единым вектором движения и развития, им нужно придумать слух, сплетню и их связать между собой. А для того, чтобы собрать сотни тысяч, миллионы людей, им нужно придумать воображаемый порядок и заставить все время поддерживать его. Пшеница завоевала весь мир. Аграрная революция, как это ни странно, но сказалась отрицательно на развитии человека. Не на развитии человечества в целом, а на развитии человека. Каждый должен был добывать еду, чтобы прокормить себя и свою семью, должен был гоняться за мамонтом, охранять то, что он добыл, и, в общем-то, кушать. А пшеница, рис и картофель обеспечили землю высококалорийными продуктами, которые, с одной стороны, достаточно быстро произрастали, давали урожай и могли прокормить большое количество людей, с другой стороны, привели в конечном итоге к ожирению, пищевым расстройствам и всем таким. Юваль говорит о том, что аграрная революция, как это ни странно, вот это вот одомашнивание сначала продуктов питания, таких как пшеница, рис, картофель, а потом и животных привела и стала, в общем-то, первой причиной гонки вооружений. Как это ни странно звучит, запасы еды, они стали лакомой добычей для кочевников, и теперь для того амбар, в котором сохранена пшеница на зиму, или в котором вы держите там условных животных, дающих вам молоко, или держите их на убой, их теперь нужно было защищать от кочевников, нужно было выставлять вооруженную охрану для того, чтобы отбивать нападения других племен и так дальше. И люди стали объединяться в поселения, чтобы сохранять и приумножать результаты именно аграрного труда. В поселениях стала увеличиваться рождаемость, как следствие, и стало больше инфекционных заболеваний, потому что люди стали общаться больше между собой и стали больше болеть. Ну и отдельно, поскольку автор является вегетарианцем убежденным, у него линия очень четко прослеживается про то, что одомашнивание животных в конечном итоге привело к их страданиям, и это тоже не очень хороший итог аграрной революции. На сегодняшний день, именно благодаря аграрной революции, которая происходила все эти долгие столетия, 2% населения США, которые занимаются фермерством, кормят все население страны и обеспечивают значительную часть экспорта. С одной стороны, это хорошо, но Юваль называет это фаустовой сделкой в том смысле, что вместо тотального счастья и вместо всеобщего благоденствия и сытости пшеница принесла очень много проблем, которые мы все-таки вроде бы решили, но это очень сильно сказалось на нашем развитии, и если бы мы не сделали этого, возможно бы человечество развивалось абсолютно в другую сторону. Деньги – система доверия. После того, как вы прошли этап аграрной революции и стали меняться результатами труда, появились деньги. И на сегодняшний день, удивительный факт, но практически 90% всех существующих денег находится в виртуальной, не физической форме, не в форме банкноты копеек, а в форме именно остатков на счетах. Поэтому я на этом слайде решил поставить картинку с кредитной карточкой, для того, чтобы было понятно, что то, что находится еще у вас в кошельке, это не больше, чем 10% от всей денежной суммы. Мерила доверия, созданная человеком. Поскольку капитализм – это точно такая же мифологическая религия, как христианство, феминизм или все остальное, то у него тоже должны быть какие-то правила поведения, правила взаимоотношений между людьми. И поскольку… Вот тут очень важный момент. Юваль говорит о том, что деньги – это не материальная реальность, а вот какая-то психологическая конструкция. То есть основное сырье, из которого чеканится любая монета, по его мнению, это доверие, и поэтому деньги – это всеобщая и самая совершенная система взаимного доверия за всю историю человечества. Нет более совершенной системы, которая позволила бы объединить весь мир в одно пространство и уравнять абсолютно разные ценности, абсолютно разные взгляды, как это делается с помощью денег. И именно благодаря деньгам люди, которые изначально друг с другом не знакомы и не имеют вообще никакого повода доверять друг другу, могут достаточно эффективно сотрудничать, просто приводя свои усилия, свои ценности, приводя к какой-то единой системе измерения, называемой деньгами. Про богатство и про основной кредо капитализма еще будет слайд, но я скажу только один момент, что… Нет, не буду говорить, это будет на следующем слайде. Да, человек и его воображение. На этой фотографии находится молодой человек, у которого в руках чистый холст с двумя каплями синей краски, которые по его воображению могут превращаться во что угодно, в летающие корабли, в двух рыбок, гоняющихся друг за другом, в черепах или в планеты, густо населенные людьми. Обезьяна ни за что не расстанется со своим бананом, даже если вы ей пообещаете в будущем раю 100 тысяч бананов. Никогда в жизни она не мыслит категориями воображения и не мыслит категориями будущего. А человек правит миром только потому, что у него есть это самое воображение и только потому, что он способен поверить в несуществующие вещи и, мало того, не просто поверить, а стать активным союзником этих несуществующих вещей и ради них совершать какие-то поступки. Поэтому наш мир и есть результат коллективного воображения. Вот и всё, простая логика. Если вы верите в какие-то несуществующие вещи, значит, вокруг вас это делает ещё какое-то количество людей, коллективное воображение формирует мир. Очень круто Юваль подметил, что воображение обладает удивительной способностью быстро переключаться с одного мифа на другой. Миф – это, как нам кажется, что-то незыблемое, но на самом деле нет. Миф – это просто то, что поддерживает большое количество людей. В один момент это всё может поменяться. 1789 год. За одну ночь французы переключились с мифа о божественном праве королей на миф о том, что вся власть принадлежит народу. Вот и всё. Одна ночь, и миф развенчан. А дальше просто задача сообщности – поддерживать этот миф. Как это делается? Любой воображаемый порядок, миф, конструкция, сплетня, слух, она впитывается и поддерживается через принципы. Принципы доносятся через любые формы взаимодействия друг с другом. Это сказки, пьесы, картины, песни, этикет, пропаганда, архитектура, рецепты, мода. Всё то, что вас окружает, так или иначе может поддерживать воображаемый порядок. Это кажется достаточно расплывчатым тезисом, но если взять за основу миф гораздо более низкого порядка, как, например, брендовый какой-то миф, то есть вот как формируется миф техники Apple. И вы увидите, что сказки, пьесы, картины, песни, этикет, пропаганда, архитектура, рецепты и моды, и мода так или иначе присутствует, поддержка этого мифа может присутствовать во всех абсолютно ипостасях. Это значит, что Apple окружает вас со всех сторон. Очень красивыми магазинами, крутыми телефонами, новинками постоянными, которые как модные показы презентуются и так дальше, дальше, дальше. То есть вы окружены мифом со всех сторон. И именно поэтому изменить воображаемый порядок сложно. Сложно потому, что сложность изменения этого порядка прямо пропорциональна количеству людей, которые вовлечены в этот порядок, в подчинение этому порядку. То есть если вы хотите изменить там слух о том, что Ленка из седьмой квартиры женщина с пониженной социальной ответственностью, вам нужно переубедить в этом подъезд. А если вы хотите изменить церковные трактования, то нужно поменять сознание миллиардов людей. Чем больше архитектура мифа, тем сложнее он меняется, поскольку тем большее количество людей в него вовлечено. Это одно из самых крутых, мне кажется, тезисов этой книги, я поэтому на этом пункте остановился подольше. Креды капитализма и промышленности. Это кредит. До последних технических революций про кредит речь не шла вообще, потому что люди не были устремлены в будущее. Мы говорили об этом в науке, мы говорили об этом в мифологии, мы говорили об этом, теперь говорим об этом в деньгах. Все было сфокусировано здесь и сейчас. Собрать урожай, защитить урожай, про будущее никто не думал. А кредит – это особый вид денег, он характеризует те предметы, которых еще не существует. И кредит берется под то, на создание того, чего еще нет. Поэтому, ну и консюмеризм как культ потребления, культ каких-то постоянных покупок, это как раз культ потребительского общества, это как раз та вещь, которая идеально ложится на вид денег, характеризующий предметы, которых еще не существует. И мы получаем такую историю, в которой современное банковское право в Соединенных Штатах, например, позволяет выдавать по 10 долларов кредита на каждый доллар, которым вы реально владеете. Это значит, что 90% денег не обеспечены реальными физическими благами. И это значит, что вся кредитная система держится на вашей вере в будущее и в правильных просчетах того, как эти деньги будут возвращаться. Это очень похоже на эти тезисы, похожи на, ой, Дух времени. Если помните, несколько лет назад был очень популярный такой документальный фильм, если вы его еще не видели, посмотрите. Там тоже говорили о том, что, в общем-то, закредитованная банковская система, это все виртуальные деньги. Юваль говорит о том, что эти деньги направлены на будущее, значит, в этом нет, в общем-то, ничего плохого. И это в общей своей сущности порождает капитализм и промышленность. Потому что, чем капитал отличается от богатства? Вот если вы зададите этот вопрос любому, что такое капитал, что такое богатство? Любому человеку он скажет, ну, в принципе, это, наверное, одно и то же. Но разница существенная, потому что капитал – это деньги, ну, или какие-то ресурсы, которые вы вкладываете в производство, которые постоянно работают. А богатство чаще всего вы просто зарываете в землю, под матрас складываете или там храните в сейфе. Поэтому идея вкладывать доход от производства в наращивание производства кажется самоочевидной, потому что мы живем в эпоху капитализма, но на протяжении почти всех исторических эпох она никому никогда не приходила в голову. Все вкладывали там в условное золото и складывали это золото у себя в замке, защищали и тратили деньги только на то, чтобы если на вас пойдет война, и защитить, в общем-то, это золото. Бережливость всегда была добродетелью, потому что вы всегда там, не дай бог, не урожайный год или набеги варваров, или еще что-то, нужно, чтобы всегда было припасено. Сейчас бережливость вообще не является добродетелью. Посмотрите на депозитные ставки во всех европейских банках или в банках Соединенных Штатов Америки, там проценты иногда даже отрицательные, вы там еще доплачиваете за то, что ваши деньги хранят. А в акции инвестировать вы должны, или в какие-нибудь стартапы инвестировать, пожалуйста. Поэтому бережливость больше не добродетель, а теперь нет. Теперь больше потребляйте, тратьте деньги либо на инвестиции, либо на то, чтобы покупать какие-то продукты, товары, хорошее вкусное вино. Да. Ну и, конечно же, религия все больше приближается, вернее, не приближается, а религия входит в все более тесную связку с наукой. Она прошла уже огромное количество витков абсолютно различных учений, направлений в своем развитии и переходит, по мнению Ювале, к эпохе секуляризма, утраты первоначального значения. На смену приходят социалистический гуманизм и эволюционный гуманизм. Эволюционный гуманизм... Ну, сейчас мы про это поговорим. В общем, наука не может существовать в вакууме, она подчиняется тому или иному строю, и она начинает перебирать бразды правления в свои руки по сравнению с религией. Одна из самых могущественных сект на сегодняшний день, ну, в хорошем смысле сект, мифологических конструкций, не знаю, как хотите это называть, это социалистический гуманизм. Для социалистов носителем человеческого является коллектив, а не отдельная личность. И в отличие от либеральных гуманистов, добивающихся максимальной свободы для каждого человека, социалисты или социалистический гуманизм, он стремится не к свободе, а к равенству. Вот если внимательно вы прослушали этот тезис, то вам наверняка просто перед глазами всё европейское пространство появилось текущего времени. Вот социалистический гуманизм как форма существования в Объединённой Европе. Был ещё так называемый эволюционный гуманизм. Наиболее известными представителями этого течения, которые попытались повлиять, тут тоже, Юваль, особенно учитывая, что он как бы израильского происхождения, он не даёт никаких оценок, хорошо ли это или плохо, но он говорит о том, что с точки зрения эволюционного гуманизма наиболее известными представителями были нацисты. Они вот увидели свою главную задачу в том, чтобы уберечь человечество от вырождения и способствовать эволюции. А это значит, нужно беречь и приумножать ту расу, которую они считают наиболее продвинутой разновидностью человечества. Всё, все остальные там евреи, цыгане, душевнобольные, все должны быть истреблены, потому что они не подпадают под критерии вот той самой продвинутой разновидности человечества. И в этом смысле очень сильно работают вот те самые мифологические конструкции, подчиняющие своей слепой вере миллионы людей в Европе. И, в общем-то, чем всё это закончилось, мы с вами уже теперь хорошо знаем. Так произошло, потому что не религия, не уж тем более наука, они не могут устанавливать себе приоритеты. Это очень крутой и важный тезис, потому что наука сама по себе не решает, как распоряжаться своими открытиями. Вот чисто с научной точки зрения непонятно, что человечеству нужно делать с теми знаниями, которые накопила генетика. Использовать их для лечения рака, или вывести расу генномодифицированных суперменов, или, может быть, сделать каких-то суперкоров с выменем, дающим по тысячу литров молока за раз. И очевидно, что правительство либеральное, коммунистическое, нацистское правительство, или какая-нибудь капиталистическая корпорация, кому попадают в руки эти научные открытия, одни и те же открытия будут использовать абсолютно в разных целях. И у науки нет причин предпочесть один подход к другому. Наука как бы просто созерцает за тем, как имплементируются результаты ее труда. И именно поэтому очень важно, какой из строев сейчас заполучит те самые научные открытия, которые благодаря ускоренной беговой дорожке и благодаря той самой революции невежества мы начнем получать огромным количеством как применят эти знания китайцы. Что будет делать Индия со свалившимся на нее количеством знаний про медицину или военное дело и так дальше. И в этом смысле перед нами будущее, в которое мы сейчас устремлены открывает, вернее, ставит гораздо, открывает завесу и ставит гораздо больше вопросов, чем у нас на это есть ответов. Чего хотят разочаровавшиеся боги от нас простых людей? Юваль не знает, как мне показалось, и просит, чтобы мы с вами призадумались об этом тоже. Человек, который достиг всего, чего хотел, он имеет самый продолжительный период жизни за всю историю человечества. Он владеет самым большим количеством научных мужей за всю историю развития человечества. Самое большое количество научных открытий, покорённый космос, генетика, киборги вот-вот на подходе. И он несчастлив. Почему так происходит? Почему кратковременные приятные ощущения сменяются длительными депрессивными состояниями? ответ Юваля, потому что человек изживает сам себя и очень скоро превратится в какое-то иное существо, так как эволюция не стоит на месте. Он приводит пример биоинженерию, он приводит пример киборгов, как частично с замененными элементами людей, так полностью созданных из неприродных элементов. И он приводит в пример небиологические формы развития человечества, условные бигдату, роботов и всё остальное. Что будет дальше, не знает никто, но всё говорит о том, что мы на пороге нового эволюционного витка, в котором человек, возможно, перестанет играть доминирующую роль. Такая вот быстрая, хоть и возможно чуть больше и по времени длиннее, чем мы обычно проводим такие разборы, такая быстрая история развития человечества, Сапиенс. Я думаю, что эту книгу должен прочитать каждый. Это тот случай, когда десяти фактов вообще недостаточно для того, чтобы осознать всю глубину. Да, это Браун, да, это билетристика, основанная на каком-то фактаже, и поэтому она интересная, и она уж точно заставляет задуматься. Тут не будет трех задач после этой книги, хотя по-прежнему у меня есть букнот, и я все еще записываю все факты в него, и учусь скорочтению вместе с этим букнотом, но задач практических, чтобы пойти и сделать, после этой книги нет. Нужно взять бутылочку вина, найти водоем побольше, в идеале пусть это будет море, найти склон покруче, пусть это будет какая-нибудь прибрежная гора, сесть на закате и попивая то самое прохладное вино, думать о том, что же теперь делать с полученными знаниями, и куда все это движется. Таким был Сапиенс, немножечко сумбурным, волнительная очень книга в том смысле, что так много хотелось вам передать, рассказать, и я сейчас понимаю, что процентов 60 из того, что у меня было запланировано, я так и не озвучил, тем лучше для принятия решения о самостоятельном прочтении книги. Давайте дружить, подписывайтесь на канал, палец вверх, колокольчик, все дела, приходите к нам на сайт буквы.инфо, проверяйте там скорость чтения буквы.инфо.рапид, отвечайте на вопросы, читайте текст, вернее, сначала читайте текст, потом отвечайте на вопросы, получайте сертификат, получайте рекомендации по улучшению своей скорости чтения, в блоге большое количество уже у нас наверное где-то книг под ой, книг под 35-40 в формате 10 фактов 3 задачи мы обработали, у нас там есть блокнот для осознанного чтения, про него все написано на рабочей тетради, в инстаграме мы обновились по адресу буква.инфо, периодически разыгрываем там тоже книги, блокноты, букноты, подписывайтесь, давайте дружить. Я вернусь пожалуй к Шардоне и подумаю над тем, какую книгу записать в следующий раз, а вы бегите, покупайте Сапиенс, читайте его и обязательно слушайтесь маму. Хорошего вам дня, пока.